Привет, мои дорогие зрители, мои любимые подписчики! Спасибо за ваши комментарии, за лайки, за подписки ваши, за новичков. Добро пожаловать новым зрителям на мой канал, канал о Мерсине, о самом красивом городе Турции, по моему мнению. Конкретизирую, по моему мнению, о моей жизни, о моем турецком муже, о жизни с ним, о турецкой семье, о моих детях, о моих внуках, все вы увидите на моем канале, о турецкой еде, о моем похудении, о моем здоровом образе жизни, о моем нездоровом образе жизни, все-все о моих подругах, друзьях, все вы увидите на этом канале, мои дорогие девочки и мальчики. В таком красивом городе я живу, у нас настоящая весна, я думаю, что уже все, холодно не будет в этом году, теплая была зима и она так продлилась мало, наверное, один месяц. Вот, о чем бы я хотела вам рассказать, чем бы хотела поделиться с вами. Как вы знаете, я упомянула в прошлом видео, что я села на интервальное голодание 18 на 6, потом у меня так получилось 20 на 4, потом я перешла плавно, без каких-либо усилий, потому что то, что я съедала, мне было очень много на два раза, потом я перешла 23 на 1 и несколько дней побыла на 23 на 1, это называется АМАТ, один раз в день кушать, 23 часа, час кушать, 23 часа голодать. Что могу сказать о своем ощущении, я очень довольна, потому что я вошла в КИТОС, в КИТОС пойти, это когда ты не хочешь кушать, у тебя нет чувства голода. И мне это нравится, потому что на каждой диете всегда нам что-то хотелось кушать, мы ждем какое-то время, все равно, все равно ждем какое-то время. Но мне это сейчас нравится, устраивает. И вот, я решила посмотреть за своим, понаблюдать организмом. Я утром измерила сахар, у меня было 78, у меня было давление 115 на 80, и после этого я приняла решение проголодать еще один, одни сутки. Посмотрим, как у меня получится, но я думаю, что хорошо, так как я уже на улице. Я много пью травяных чаев, вот выпила воды много, можно буржом или соль растворить в стакане воды и выпить морскую. Вчера мой аж камни купил, я купила тоже гималайскую. Покажу вам потом. Так вот, мои дорогие, это просто замечательно. То, что я делаю. Сегодня я решила взвеситься. Посмотрели, сколько килограмм я? 61,5. Запомните, я делаю это не ради похудения, а ради здоровья моего, потому что пришли какие-то симптомы, сигналы, и я решила отказаться от многих продуктов, от килограммов сладкого, апельсинов, яблок, виноградов, гранат, мандарин, винограда. Я хочу жить здоровой, жить долго с моими миллионами, которые в скором времени в этом году я получу, мои дорогие. Могу вас поздравить, в сентябре у нас в конце будет открытие нашего маркетплейса. Это открытие блокчейна, поэтому, пользуясь случаем, еще вам даю такую возможность. Я, может, вы заметили, я не делаю посты так часто, не предлагаю никому. Почему? Потому что нам больше останется. То, что мы накапливаем монеты бесплатно, нам больше останется. Если придет какой-то человек, даже нам говорят, не надо, не хотят, не надо. Никого не заставляйте. Ну, вы, мои дорогие подписчики, начните думать здраво. Примите решение, хоть что-нибудь накопить. Скоро уже будет, полгода осталось, и у нас уже будет запуск маркетплейса. Маркетплейс – это торговая площадка. Это внешний мир, мы выходим. И все очень серьезно. Поэтому давайте. Вам дают такой шанс. Думайте. Сейчас, кстати, есть до конца месяца промоушен. Успейте зайти в него. Вот где мы находимся с мужем. I love you, my dear. А вот там наше место впереди, где мы устраиваем пикники с девчонками. Муж не любит это место и говорит, здесь все пьют. Но смотрите, сколько много домиков. Вот так вот я смотрю. Их очень много здесь. Вот так люди отдыхают. Вторник сегодня. Салы гену бюджет на шкэм. Салы. И не мошкэмчик. Не привел. Мой ашкэм уже не работает. Знаете почему? Потому что ему очень не понравились многие темные вещи, да? Он не захотел работать с главным. Вот. Поэтому он ушел. Добровольно. Думали, что главного уберут. Но никто не набрался с храбрости. Бак-бак-бак. Меппер. Смотрите на этого. Как наш мавиш. Перед голубью. Эркек. Ага. Дуюк. А-а-а. Голуби. Так вот, мои дорогие. Сейчас в Ашкэм много времени для меня. Мы с ним гуляем очень часто. Когда хотим, куда хотим. Пошли мы. Мне надо в 5 часов. У меня вебинар. Решила вам сфотографировать такой интересный домик. Я давно показывала вам. Смотрите, виноград. Все. Балкон какой интересный. Кошечки. Ну, жить бы я здесь точно не хотела. Такие шторма здесь бывают. Ну, многие живут. Всем привет, друзья мои. Я так захотела сегодня из шпината, из панака приготовить блин с лимоном. Ой, как я хочу. Вот я жарю здесь начинку. Здесь у меня есть хашлама из мяса. Много мяса. Вот это мой суп. Сейчас я стала очень мало кушать. То есть у меня одноразовое питание. Оно мне достаточно. А для... Ну, такой бардак, сами знаете, когда готовишь. Смотрите, что я... Блин, какой из чего будет у меня здесь. Здесь у меня льняная мука и яйцо домашнее. Две ложки, значит, льняной муки. И мой муж вон толчет. Видите, как толчет мой муж мяшком. Ерунду. Смотрите, он делает что. Да. Я приготовлю такой себе блин из мяса. И мясо у меня. И суп. Сегодня костный суп. Хашлама. Мясо вот отдельно для себя оставила. Вот. Вот так вот буду питаться, видите, мясо. Так что покажу вам потом результат. Друзья мои, посмотрите, как я себя люблю. Я на голодании интервальном. Плюс кето-диета. Плюс... Что у меня еще плюс? Плюс... Видите, я забыла, что хотела сказать. И амат. Простите. Плюс амат. И на обед у меня такой куриный бульон с мясом. Квашеная капуста. Салаты. То есть порция, смотрите, салатов должно быть больше. А это блины из льняной муки. Решила поэкспериментировать. И испанаковая начинка. Маслинки также есть. Сырочек также есть. Все должно быть на этой тарелочке. Все жиры. Пожарила начинку на сливочном масле и оливковом. Вот и все. Сейчас оливковым маслом полью. Забыла посолить оливковым маслом. И все, мои дорогие. Вот я приготовила мужу вот такую хашламу. Видите, с мясом. Такая мяснистая. Она вкусная. Вот. Это мой суп, который я еще не доела. Но завтра я не могу же столько съедать. Так. Вот мой муж купил вот такую соль. Денис Тузу. Наконец-то нашли мы. В свободном доступе оказалось. И таки малайская соль. Я ее принимаю. Соль нужна. Тут знаете, какая прелесть в этой диете. То, что доктор Берг кушает на завтрак 4 яйца. Я сделала одно яйцо в блины. Но я не понимаю, какой желудок у доктора Берга. Как он может это все съедать. Для меня это очень много. А вот и я, мои дорогие. Видите, как у меня волосы отросли. Вот. Буду кушать. Я раньше... Все остыла, пока я тут видео снимала. Ой, вкусный, куриный такой. Куриный, говорю. Мясной этот. Особенно мне хочется это попробовать. Это как бюрек с испанака. Жаль, что все остыло. Так мне хотелось попробовать. Тут внутри семена чия. Горячие, наверное, надо взять. Я сейчас горячие себе налью, а вы меня ждите. Я всегда была противницей соли. И противницей яиц. И вообще не понимала, не любила микробиологию, не понимала смысла. Вот в чем ошибка. Учила я ее просто, что надо было учить. Зубрила, можно так сказать. Но не разбирала, не разобралась в ней. Сейчас я это понимаю. И что можно кушать? Три-четыре яйца за один раз каждый день. Почему? Потому что все врачи говорят, не ешьте яйца. Потому что в нем много холестерина поднимается. А холестерин поднимается, знаете, от чего? От инсулина, от сахара. Вот если вы просто из своего рациона уберете сахар, посмотрите, какие у вас начнутся процессы в организме. У вас не будет чувства голода, как у меня трясло. Прям так хотелось сладкого. Инсулина зависимость. Вы понимаете? По-другому совсем начнете думать. Конечно, хочется. Вот эту шоколадку подарила моя подружка. Хочется, но уже сейчас я смотрю на нее. Абсолютно параллельно. Я вообще такая молодец. Я и на эскафе по утрам перестала пить. Все борюсь со своим мужем. Но никак не. Это бесполезно. Как я пришла к этому, так и он должен прийти к этому. Многие вещи я вижу, что он делает, вретит в своем здоровье, но по-другому никак. Так что я сейчас покушаю, не буду вас раздражать по своим чавканьям. Потом мы с вами поговорим. Как я вам не могу показать моих сладких попугайчиков? Посмотрите, что с ними происходит. Мои попугайчики сошли с ума. А я вот кушаю свои фруктики. Еле съела эту тарелку, даже не съела. Из блина, из шпинат съела, а остальное не смогла. Но суп с удовольствием выпила. Мавиш, Мавиш, не кричи! Вот так вот они себя ведут безобразно. Все люди, соседи будут на нас жаловаться. Да, я их разделила. Ну все, я подумала, что у них реакция на хвойную ветку. Но принцессы спокойно. А эти что-то с ума сошли. Мавиш! 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 Принцессочка! Поздоровайся с нашими зрителями. Принцесси! Принцесси! Успокоился Мавиш мой? Хорошие птички! Мои красивые птички! Друзья мои, пошла я работать и кушать фрукты. Всем привет, мои дорогие! Какой у меня обед! Тут оливки, тут супчик из брокколи. Я его сварила неделю и никак не могу доесть. Интервальное голодание, это большая экономия. Я вам объясню, почему. Яйцо домашнее на сливочном масле. Только что приготовила прасу по-турецки. Лук-порей, просто морковочка. Все, это все можно, все можно. Сегодня я решила себе, вчера было мясо, сегодня решила приготовить рыбу. Рыбу. Рыба у меня малосольная, давно лежит в морозилке. Вот как я ее доем, уже куплю свежую, хочу купить. Моя квашеная капуста. Посмотрите, красота с самым полезным луком. Берите лук красный, потому что в нем очень много таких веществ, которые борются с токсинами. Антиоксиданты, да, кажется. Я не вру. Авокадо и сыр. Люблю такой вот сыр. Зелени много. Я, знаете, не захотела сегодня салат. Во-первых, я зуб вырвала. Мне так трудно жевать этот салат. И не было аппетита на салат. И решила я сегодня вот так вот его, в прикоску, в прикоску покушать. На десерт. Ягоды, ягоды, они здесь нету в таком количестве. Тут чуть-чуть сахара. А может даже вообще нету, не знаю. Доктор Берг рекомендую. И вот минералы и все тому подобное. Кстати, я забыла еще заварить. Сейчас залью чай из ромашки. Конечно, ромашку нужно заваривать в виде цветов. Мы не видим, что в пакетиках. Но мой муж такой купил. И мы с ним купим обязательно в цветочках ромашку. Так вот, я заварила чай. И все. Мои дорогие, интервальное голодание, когда говорят, что на него надо очень много денег. Неправда. Я кушаю один раз в день. И у меня полный холодильник вот этой еды. Я не успеваю съедать то, что хочу. И у меня нету постоянного чувства голода. И это спасает. Во-первых, когда вы исключите из своего рациона сладкие продукты, углеводы, картошку там. Сами знаете, какие углеводы у нас есть. Фрукты. У вас исчезнет чувство голода. Я сколько лет моя дурная башка не соображала, почему я так жду на каждой диете время моего приема пищи. Потому что я неправильно кушала и неправильно жила. Вот что значит микробиологию я не любила. Но сейчас я начала это осознавать. И я не ради похудения. Я ради здоровья. У меня тоже есть для вас такая колоссальная новость. Но я не знаю. Скажу вам, наверное, в другом видео. Касается моего здоровья. Я сделала такой шаг, такой шаг. И я просто горжусь собой. Я такая молодец. И вы тоже сможете. И у вас тоже получится, мои дорогие девочки, мальчики. И у вас тоже получится. Сейчас такой замечательный день. Я сделала йогу. Аж кем ушел с утра, когда он уходит. Как хорошо. Я сейчас, знаете, что сделала? После йоги я приняла душ. После душа я сделала очистительную клизму. Скажу вам, признаюсь. Потому что нужно это делать. Потому что количество еды стало меньше. И нужно делать в целях профилактики. Почему я такая белая? Потому что я после гимнастики лица сделала умывание солью. Из морской соли. И у меня тут белым, конечно, оно все осядет. Все делаю как надо. В общем, меняюсь. Полностью изменилось. Не пью ни с кафе. Пью только фильтрованный кофе один раз в день. Вообще и чай, и чай, и чай, и воду. Яблочным уксусом. Самое полезное. Раньше, когда мне говорили, не понимала, насколько это полезно. Даже после похмелья рекомендую вам выпить, пить воду с яблочным уксусом. Он нейтрализует все токсины. Выведет все шлаки. Но вообще следите за своим здоровьем. Любите себя. Ведь кому-то это сейчас не понравится. Мое видео скажет, Светлана, что-то не то. Я даже пока еще не читала ваши комментарии в связи с загруженностью моей работы, бизнеса. На той неделе я пойду уже к моему стилисту. Он, я вам говорила, руку поломал. Сейчас вроде бы уже вышел на работу. Поэтому пойду подстригусь. Но как вы пишите, не сильно я страшно выгляжу? Без фильтров. Мне кажется, у меня были раньше нависшие веки, а сейчас нету их. Вот. Какая есть. Видите? Пишите. Вы видите или только я вижу? Ну, будем работать. Будем работать и не останавливаться. Вы тоже сможете. И еще, пользуясь случаем, я просто настаиваю. Бегите быстро. Ищите деньги. Продавайте ненужные вещи. И начинайте инвестировать. Заходите в мою команду. Вы не пожалеете. У нас с конца сентября старт маркетплейса. Это очень о многом говорит. Если вы хотите сохранить и приумножить только ко мне. Я шестой год уже в бизнесе. Неужели я вас подведу? Хотя мне очень некогда вами заниматься. Но кто из вас разумный и умный, послушает меня в этот раз, давайте, девочки, пишите в телеграм, пишите в мои соцсети. Везде свяжемся с вами. А я буду кушать, а то мой обед остынет. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.